Сегодня у нас очередное заседание, как всегда в планах громотье, 78 законов, из которых 18 будут по сокращенной процедуре. Но по нашему глубокому убеждению, повестка, несмотря на ее насыщенность, не отвечает чаяниям страны и проблеме решения нарастающего кризиса. Если вы посмотрите, то вот в ноябре месяце у нас под водительством первого вице-премьера Силуанова и нашего известного банка проходил в Сочи форум «Россия зовет». И вот интересный подход. Если вы посмотрите, то у нас основной лейтмотив, вот если прочитать внимательно выступление Силуанова, он был удивлен. Говорит, ну посмотрите, в Европе нулевая ставка. Большей части стран там не более 1,7% до 3%. Идите к нам, зарабатывайте. Но он забыл о том, что у нас только за первое полугодие отток капитала увеличился в 2,5 раза. По мнению экспертов, на конец года он будет за 70 миллиардов долларов, при том, что был 11. И с моей точки зрения, вот это и есть главная проблема нашего кризиса. Потому что банковская система, которая должна быть кровеносной системой экономики, на самом деле является жестоким рантье, который кроме самообогащения ничем не занят. Если вы посмотрите, за первое полугодие прибыль банковской системы 1 триллион. За прошлый год 1 триллион 370 миллиардов. До этого тоже около триллиона. Ну получается, что это вещь в себе, которая занята тем, чтобы обдирать людей до ниточки, при том, что у нас сегодня просроченные кредиты резко выросли, и закредитованность граждан уже 16 триллионов рублей. И если посмотреть, у нас созданы интересные институты. Управляющая компания президентским указом по управлению банковскими активами в 2007 году. АСВ. Но если вы посмотрите, то результат-то какой. Вот только за, по официальной статистике АСВ, обанкроте или лишенной лицензии банки, их руководители нанесли доказанный ущерб более 600 миллиардов рублей. А назовите мне хоть одного привлеченного к ответственности. А почему? Потому что сначала уехали, предварительно увезя семьи и активы. Если посмотреть еще одну цифру, из 100% активов банков отозванных, реализация ликвидной имущества составила в среднем 12%. Это о чем говорит? Идет жестокое ограбление страны. Потому что банки это ведь кто такие? Это на самом деле владельцы в той или иной степени всех активов страны. И с нашей точки зрения просто идет ползучий процесс завершения колонизации России. Причем, с одной стороны, олигархия, а мы проанализировали, 100, ПАО крупнейший, все имеют хвосты в офшорных юрисдикциях. Все до одного. Если посмотрите на примере Дерипаски и еще 11 отраслей, у государства не осталось ни одной акции. Ни в горнорудной, ни в угледобывающей, ни в никелевой, ни в медной, ну в важнейших отраслях. Ни в производстве никеля 70% дали под контроль американцев. Так я спрашиваю, а для чего же создавались управляющие компании под таким высоким патронажем. Посмотрите ВТБ. Вы знаете, что при назначении Шувалова взяли и переделали закон. Ну поставили ВТБ, точка и так далее. И это с нашей точки зрения сделано для того, чтобы покрыть, учитывая, что название новое, разворованные до этого ресурсы. Почему? Потому что, ну всем известны аресты, там группы генералов, работавших в ВТБ, которые как раз и занимались тем, что давали возможность взять кредит в ВТБ, да, потом говорят, ты вот сюда принеси половинку наличными, и год мы тебя не ищем. Ну, для чего у нас специальная служба? У нас нет ни одного ведомства, в котором нет заместителя тайного или открытого сотрудника ФСБ. Получается, что у нас есть узкая группа лиц, которая безжалостно грабит страну. И с нашей стороны, вот необходимо принять законы, которые вот из повестки в повестки уже 18 раз скачуют закон о национализации. Странное дело. В Америке есть конституция, есть закон о национализации. Я вам уже говорил о том, что для того, чтобы реанимировать и сделать конкурентоспособную промышленность, промышленность, в 2008 году были национализированы, фонд, General Motors, влиты триллионы, восстановлена конкурентоспособность и запущены на рынок. В Европе, и во Франции, и в Германии, опять же, в Великобритании есть, а у нас боятся слова национализация. Прогрессивная шкала налогообложения. Любимая страна отъезжающих из России олигархов в Великобритании. По данным экспертам, несколько кварталов, 300 тысяч человек живет там, ездя сюда на шабашку. Но в Великобритании 1793 года прогрессивная шкала налогообложения. Причем достаточно жесткая. Наш закон, вот здесь выступал предшественник, ну, они как бы все после нас делают. Мы с 2006 года нашли уже седьмой вариант закона о прогрессивной шкале налогообложения. Опять боятся выговаривать. Но обратите внимание, в 2000 году президент Путин, вновь пришедший, у нас была прогрессивная шкала, он отменил и в 3,5 раза уменьшил для богатых и по 1% добавил бедным и всем остальным, сделал в 13. Мы считаем, что это крайне несправедливо. Ну и, конечно, закон о детях войны. Мы считаем, что это вообще кощунство, когда в преддверии 75-й годовщины со дня Великой Победы людей через пять пенсионных реформ, как раз наиболее заслуженных, и тех, кто оставил все силы на создание сверхдержавы Советского Союза, сегодня цинично, подчеркиваю, через псевдореформы на пенсиях сделали минимальными их доходы и не хотят законодательно вернуть то, что отняли. Вот мы настаиваем на принятии вот этих своих законов и считаем, что они бы могли повлиять и на оздоровление ситуации. Скорее всего, сегодня не дойдет в повестке дела до вот этих сущностных законов, которые действительно направлены на восстановление справедливости, на восстановление доверия населения к органам государственной власти. Это закон о нациализации, закон о прогрессивной шкале налогообложения, закон о детях войны. Они вновь стоят в хвосте и, вероятнее всего, все закончится опять отдельными такими мазками, ретушью того, что происходит сегодня в Российской Федерации. В любом случае, эти вопросы будут рассматриваться и рассматривались фракцией. Мы поддержим сегодня законопроект, который направлен на устранение комиссионных выплат, которые существуют сегодня в ряде наших банков, в том числе крупнейших. В случае, если физическое лицо переводит деньги с одного своего счета на другой свой счет, но в разных регионах Российской Федерации, либо на счет другого физического лица в другом регионе. Даже сберегательный банк Российской Федерации, крупнейший, берет за это 1%. Тот законопроект, который принят был в первом чтении, сегодня будет рассмотрен во втором чтении, он эту комиссию убирает. Убирает на наш взгляд, это будет честно и справедливо, учитывая, что банковская сфера сегодня превратилась в огромного ростовщика, который сосет соки из экономики Российской Федерации. Я напомню, что по итогам только первого полугодия наши крупнейшие банки получили прибыли более триллиона рублей. По итогам года, я думаю, эта цифра будет в два раза больше. Это говорит о том, что банки сегодня, к сожалению, не работают на экономику страны, к сожалению, не работают на интересы граждан, они работают исключительно на получение прибыли и сверхприбыли для распределения потом по соответствующим бенефициарам. Естественно, эта политика должна государством ограничиваться. Вот такой маленький шажок в виде урезания аппетитов банков, в виде отмены комиссии при переводе из одного структурного подразделения банка на территории Российской Федерации в другой денежных средств физических лиц сегодня будет принят во втором чтении, мы его поддержим. Второй законопроект, это законопроект, который увеличивает страховую выплату в случае потери по банковским вкладам. Я напомню, сегодня гарантируемая государством сумма это 1,4 млн. В том законопроекте, который внесен, проблема не решается целиком, для определенных категорий граждан будет этот предел повышен до 10 млн. рублей. Речь идет о тех, кто получил наследство, тех, кто продал недвижимость, тех, кто получил грант, и, соответственно, на их счетах иногда вопреки их воле оказываются вот эти большие суммы, которые в случае, если у банка отзывается лицензия, если он банкротится, естественно, они пропадали. Вот для этой узкой группы, достаточно узкой группы, будет введена новая страховая сумма или новый страховой предел в размере 10 млн. Мы, безусловно, это поддержим, но это, опять же, не должно отражаться на проценте по вкладам всех остальных, потому что наши банки, они очень мудрые, и, скажем так, если здесь их прижимают, значит, вот эту всю финансовую нагрузку или свои финансовые потери они попытаются распределить на всех остальных, в том числе и снизив, например, процент по депозитным вкладам, который сегодня существует. Мы будем об этом, безусловно, говорить. Ну и третий момент, это тоже закон, который имеет достаточно узкое направление, это закон о привлечении к административной ответственности лиц, владельцев нежилых помещений, жилых домах за переустройку, перепланировку своих, скажем так, помещений. Важный закон, длительное время у нас можно было привлекать к ответственности исключительно владельцев или собственников жилых помещений. Теперь можно будет это делать после принятия закона нежилых. Мы этот законопроект тоже поддержим.